Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня нам предстоит исследовать некоторые периоды его жизни и творчества и обратиться к важным знаковым произведениям, которые были написаны в эти периоды. Для начала обратимся к периодизации. Периодизация творчества поэта. Периодизация творчества Александра Сергеевича насчитывает несколько этапов, несколько периодов, которые уже утверждены в отечественном литературоведении. Итак, первый этап. 1814-1817 год. Лицейская лирика, в которой и сочетаются как патриотические, исторические темы, так и эпикурейские мотивы. О них мы говорили более подробно в прошлой передаче. Следующий этап в творчестве поэта, следующий этап – петербуржский. Пушкин в Петербурге после окончания лицея. Он служит в коллегии иностранных дел. И здесь Пушкин находится под воздействием гражданских идей. Он пишет на общественные темы, политические темы. Его произведения касаются темы власти, народа, взаимоотношения народа и власти, темы закона. Очередной этап в жизни и творчестве поэта – период Южной ссылки. Он занимает с 1820 по 1824 год. И этот период мы еще можем назвать романтическим периодом. Пушкин находится под воздействием романтической литературы, романтической поэзии и, в первую очередь, поэзии Байрона. Следующий этап – это этап ссылки в Михайловское. Пушкин уже не на юге. Он в своем родовом имении Михайловское. И здесь новые темы, новые мотивы, новые произведения появляются на страницах его творчества. Следующий этап связан с жизнью Александра Сергеевича Пушкина после ссылки. В 1926 году его возвращают из имения Михайловское. Он может жить в Петербурге, в столицах. И это дает ему почву для новых произведений, для новых тем. Итак, этот период завершается в 1830 году. В 1831 году происходит его венчание с Натальей Гончаровой. И Пушкин входит в очередной период своей жизни. Следующий этап, который называется у нас поздним творчеством. Позднее творчество Пушкина захватывает почти 7 лет. С 1830 по 1837 год. Давайте более подробно остановимся на петербургском периоде творчества поэта. Этот этап является знаковым для Пушкина и знаковым для всей русской литературы. Мы можем обратиться к следующему слайду, который как раз и раскроет нам суть петербургского периода и тех произведений, которые были написаны в это время. Итак, петербургский период. Пожалуйста, следующий слайд мы посмотрим. И еще раз напомним даты этого периода. 1817-1820 годы. Этот период принято называть вольнолюбивым периодом. Дело в том, что после войны 1812 года русское общество, русское дворянство было заражено, если можно так сказать, вольнолюбивыми идеями. Русские дворяне вместе с солдатами, офицерами побывали в Европе, прошли всю Европу до Парижа, взяли Париж и познакомились с жизнью за границей. Невольно сравнивая жизнь за границей и жизнь России, жизнь Европы и жизнь России, они понимали, что Россия живет по каким-то своим особым законам. В России господствует самодержавие, хотя в Европе самодержавие во многом ограничено законом. Есть конституция, есть парламент, есть иные достижения общественной мысли, направленные на благо людей. В России же этого ничего не было. И зарождаются общества, тайные общества, которые впоследствии выливаются в восстание на Сенатской площади. Но это восстание было подготовлено не только общественными деятелями, но во многом и литературными деятелями, которые писали свои стихи, призывая тем самым людей к тому, чтобы понять, насколько велика разница между идеальным устройством общественной системы и тем, что есть в русском обществе. В таком русле, например, работал Кондратий Федорович Рылеев, один из организаторов восстания на Сенатской площади, один из учителей, если можно так сказать, литературных учителей Пушкина. Давайте обратимся к следующему слайду. Он позволит нам представить наиболее выдающееся произведение Александра Сергеевича Пушкина этого периода. В 1817 году появляется одовольность, главной темой которой является закон, соблюдение закона. Да, властители стоят выше закона, выше народа, но выше властителей и выше народа стоит закон. Если власть не соблюдает закон, это грозит тиранией. Если народ не соблюдает закон, это грозит восстанием. И то, и другое неприемлемо для Пушкина. Пушкин категорически против и восстания, и тирании. И он находит массу примеров из русской и зарубежной истории, чтобы показать весь ужас, который творится, может сотвориться в обществе, если та или иная страна не соблюдает закон. В стихотворении к Чаодаеву 1818 года написано в жанре дружеского послания. И здесь представлен романтический призыв к другу, единомышленнику, положить все силы на то, чтобы служить России, чтобы не быть равнодушным, чтобы все свои силы, всю свою внутреннюю энергию положить на то, чтобы сделать жизнь в стране лучше. И тема свободы, конечно же, здесь возникает тема свободы. Свободы прежде всего духовной. Свободы от чужих мнений. Свободы от идеологических штампов. Еще раз повторюсь, стихотворение написано в жанре дружеского послания и вполне отвечает традиции вольнолюбивой гражданской лирики. Стихотворение сказки. 1818 год. Едкое, ироничное стихотворение. Сатира на Александра I. В нем заложена масса горьких чувств. На Александра надеялись, как на человека, который сделает жизнь России, может быть, более отвечающей европейским стандартам. Надеялись на него, как на человека, который подпишет своей рукой проект Конституции. Проект Конституции был в то время. Но далеко не всем ожиданиям удалось быть оправданными. И стихотворение сказки является как раз горькой иронией в отношении императора. И сожалением о том, что надеждам, не всем надеждам удалось оправдаться. И, наконец, стихотворение «Деревня», 1819 год. На этом стихотворении хотелось бы остановиться несколько подробнее. Итак, «Деревня», 1819 год. Давайте обратимся к тексту этого произведения. «Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновения, Где льется дней моих невидимый поток На лоне счастья и забвения». Представьте себе, молодой человек Приезжает из столицы в свое родовое имение Михайловское. Здесь все ему кажется новым, радует его глаз. Прекрасный русский пейзаж, Спокойствие, отсутствие суеты. И он чувствует прилив сил, прилив энергии, прилив творчества. Он устал уже от столицы, устал от столичной жизни, От обилия народа, от светского общества. Ему хочется отдохнуть, ему хочется погрузиться В этот удивительный мир природы, мир красок. Он чувствует, что именно здесь он получит силы Для дальнейшего творчества. Первая часть этого стихотворения, Небольшую цитату мы только что смогли с вами прочитать, Как раз свидетельствует о огромной любви Пушкина К русской природе и к русским пейзажам. Но вторая часть, вторая часть этого произведения Контрастирует с первой. Давайте прочитаем еще несколько строчек. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих ниф и гор Друг человечества печально замечает Везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона На пагубу людей, избранные судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. Конечно же, дорогие друзья, мы все с вами понимаем, Что речь идет о крепостном праве. Социальные проблемы, социальные вопросы, Нерешенные на тот момент вопросы, Не позволяют лирическому герою Пушкина Насладиться той прекрасной деревенской жизнью, О которой он мечтал. И которая, казалось бы, является вот с первых строк Этого произведения. Прекрасная природа контрастирует С ложными социальными проблемами, Которые существуют в деревне. Что же делать? К чему же в итоге призывает поэт? Что он хочет доказать своим стихотворением? Не просто же констатировать существующее положение. В чем идея этого произведения? А идея заложена как раз в заключительных строках. Итак, обратимся к заключительным строчкам Стихотворения деревни. Обратите внимание, рабство должно уйти по воле царя, По воле главного человека, верховного правителя. Ни в коем случае ни бунт, ни революция. Бунт и революция вне закона. А Пушкин всегда выступал против любых незаконных действий, Как со стороны властителей, так и со стороны народа. Он надеется на примирение этих двух социальных групп, Правящей элиты и простого народа. На примирение и взаимопонимание. Здесь он остается верен своим идеалам, Которые пропагандировал в Оде вольность. Только закон способен сделать жизнь стабильной, Правильной и гармоничной. Обратимся к следующему периоду. Южная ссылка. Напомню еще раз даты. 1820-1824 год. В этот период Пушкин чувствует себя изгнанником. Его переводят по службе на юг. Он был и в Кишиневе, и в Одессе. Но ему было трудно смириться с тем, Что привычный петербургский мир оставлен. Ему было немного трудно адаптироваться К новой жизни, к новым условиям. Более того, в то время был очень популярен Среди дворянской молодежи, Отечественной дворянской молодежи, Поэт Байрон. Английский поэт Лорд Байрон. Главная тема байронической лирики – Тема изгнанничества. Тема человека, яркой, незаурядной личности, Которая изгоняется обществом, Одинокой личности, непонятой. И поэт отчасти ощущает свою причастность К лирическим героям Байрона. Его изгоняет общество. Или он сам изгоняет себя из этого общества. И устремляется в иной, неведомый ему мир. Каким будет этот мир? Какие чувства будут наполнять Лирического героя Пушкина В этом ином, неведомом пространстве, Столь далеком от светского Петербурга? Давайте обратимся к следующему слайду. Здесь мы видим памятник Пушкина, Который поставлен в Кишиневе. А следующий слайд даст нам возможность посмотреть, Какие произведения, наиболее значимые произведения, Лирические произведения, были написаны в этот период. Итак, 1820 год, стихотворение «Погасло дневное светило». Это стихотворение Пушкин писал на корабле, В тот самое время, когда направлялся в свою ссылку. И здесь, в этом произведении, на уровне контраста, И пытается он изобразить два мира. Мир светского Петербурга, Праздных забав и наслаждений, И новый, неведомый ему мир. Ему кажется, что этот мир примет его. Он более естественный, чем Петербург. И море, как ведущий романтический символ, Как символ живой стихии, Соотносящийся с лирическим героем. Еще одно знаковое произведение этого периода, Это произведение «Черная шаль», Которое было написано также в 1820 году. У него есть подзаголовок «Молдавская легенда». В романтическом духе здесь говорится о любви, О страстной любви, О любви до безумия, О любви, ради которой человек готов пойти На самое страшное, даже на преступление. В стихотворении «Я пережил свои желания» 1821 года. В нем поэт раскрывает глубины своих противоречий, Раскрывает разочарование, Раскрывает уныние, Которое наполняет в то время его душу. В стихотворении «Узник» 1822 года Также в нем раскрывается ощущение внутренней несвободы, Столь свойственное романтическому герою, Романтическому персонажу, Романтическому образу, Написанному в байроническом духе. Для Байрона как раз характерна тема Несвободы, Несвободы от общества, Внутренней обреченности. Чуть позже мы обратимся к этому стихотворению Для более подробного анализа. И, наконец, 1823 год, Стихотворение «Свободы, сеятель пустынный». Здесь есть, безусловно, и библейские мотивы. Пушкин обращается к притче о сеятеле, Но за внешним библейским обликом Здесь царит несколько иное содержание. Александр Сергеевич Пушкин видит себя В облике библейского сеятеля. Если библейский сеятель пошел с проповедью, Под ним подразумевается проповедник, Сам Бог, который сеет слово, Новую веру в сердца людей, То здесь у Пушкина под сеятелем Понимается иной образ. Человек, который приходит С проповедью свободы к людям. Но эта проповедь Не находит отражения в сердцах людей. Семя падает на неблагодатную И неблагодарную почву. Люди не способны принять этот дар, Дар свободы. И очень горькие размышления Наполняют это стихотворение. Люди не способны проявить самостоятельность. Не способны принять этот дар. И вновь мне бы хотелось вернуться К стихотворению «Узник», Чтобы напомнить вам его строки. Стихотворение было написано В 1822 году. Сижу за решеткой в темнице сырой, Скормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, Махая крылом, Кровавую пищу Клюет под окном. Клюет и бросает, И смотрит в окно, Как будто со мною задумал одно, Зовет меня взглядом и криком своим, И вымолвить хочет, Давай улетим. Мы вольные птицы, Пора, брат, пора, Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляем лишь ветер, Да я. Пространство этого произведения Можно поделить на две части. Темница. Темница, в которой пребывает узник С одной стороны, И некий вольный мир, Где летают вольные птицы, Но мир, неведомый узнику. Что же такое темница? Это, безусловно, символ. Это символ и общества, Откуда не может уйти Творческий, яркий, незаурядный человек. Это символ и собственного, Внутреннего состояния. Человек пытается ответить на вопрос, Зачем я живу? Каков смысл моей жизни, Моего творческого предназначения? И ответить на этот вопрос он не может. И лишь пытается, Вглядываясь в тот свет, Который струится из-за решетки его камеры. Много было написано в период Южной ссылки. К сожалению, мы не можем остановиться На всех произведениях. В следующих передачах Мы коснемся иных периодов творчества Александра Сергеевича Пушкина И узнаем, Ответил ли он на те жизненные вопросы, Которые ставил в юности. До новых встреч, дорогие друзья!